антоний алексеевич христо ради и родивы по воспоминаниям иеромонаха геронтия часть 2 перед вторичным назначением в задонск архимандрита и лария из настоятелей соловецкого монастыря антоний алексеевич подходит к зеркалу и смотря в него говорит келейнику отца казначея смотри-ка вот корабли из олья так называл он потом соловецкий монастырь пошли вот один другой третий их сколько напрасно келейник старался убедить его что нет и не видно никаких кораблей блаженный антоний алексеевич продолжал этой не видит вон три корабля чернецами тогда келейник ввиду настойчивости старца записал число и час и что же по приезде отца архимандрита и лария в задонск оказалось что в это самое число и час архимандрит отплыл на одной ладье соловецкого острова сопровождении двух других с братьей это происходило 23 июля 1842 года заметим кстати и то как чудно было предсказано антонием алексеевичем кончина этого настоятеля в одно прекрасное время архимандрит и ларий собрался по делам съездить к соседнему помещику господину бородину но лишь тронулся экипаж его с места как антоний алексеевич вышел на крылечко казначейских келей и махнул рукой вслед отъезжавшему настоятелю возвратился снова в свою контору на вопрос келейника куда это князь поехал блаженный ответил а я почем знаю шибнул ему яблочком убог да и будя вскоре пришла весть из дома господина бородина что у настоятеля сделалось сильное воспаление в боку от которого он привезенный в обитель и скончался 14 ноября 1845 года по смерти архимандрита и лария один брат спросил антония алексеевича кто будет у нас князем князем так кто будет переспросил блаженный и помолчал немного произнес потом князем будет у вас из диаконал и действительно заступивший место покойного архимандрит серафим был из вдовых диаконов года за три до своей смерти этот настоятель запретил принимать в келье задонского монастыря антонио алексеевича за резкие как полагают обличение которое ему делал последний необыкновенный дар предвидения блаженного антонио алексеевича еще более уясняется следующим замечательным случаем послужившим и расхимонаху нафанаилу остапову прославленному последствии подвижничеством как бы небесным указанием к избранию нового пути жизни вот как рассказывал сам отец нафанаил про этот знаменательный в его жизни момент решивший окончательно вопрос о выборе места для подвигов иноческих старец отец нафанаил в начале последней половины 1830 года будучи еще в качестве мирского богомольца впервые прибыл в задонск на поклонение угоднику божию святителю тихону мощи коего покоились тогда еще под спудом но сияли уже благодатными чудотворениями слава о добродетельной и богоугодной жизни святителя тихона всюду распространялась и привлекала в скромную задонскую обитель многих ревнителей благочестия когда отец нафанаил вошел в монастырь на колокольне монастырской било 10 часов утра не обращая внимание на свою усталость в надежде застать еще божественную литургию прямо с пути отправился он храм божий где при звуках тихого стройного благоговейного иноческого пения устремил все свои мысли к богу погрузился в молитву которая соединяясь усердной молитвой священнослужителей алтаря господня вознеслась к престолу всевышнего по окончании богослужения приложившись чудотворному образу богоматери владимирской вышел отец нафанаил из храма божия ощущая в себе неизъяснимо сладостный духовный восторг а с тем вместе крепкое желание никогда не покидать эту обитель чрезвычайно понравившуюся ему своим живописным местоположением но при этом отец нафанаил терялся в догадках как осуществить возникшие за богослужением желание остаться в задонском монастыре в таком размышлении вошел он пещеру где почивали тогда под спудом мощи святителя христова и чудотворца тихона там на месте покоя святителя попросил отец нафанаил находившегося при гробе и иеромонаха отслужить панихиду об упокоении души праведника божия тихона во время которой с усердием молился угоднику прося себе святых его молитв и архипастерского благословения закончил свою молитву поклонением гробу святителя и облабызав его святое изображение находившаяся на верхней крышке надгробия в том же благодатном настроении духа вышел отец нафанаил из пещеры у дверей встретил его старичок одеты по-крестьянски и не без странности на нем был белого сукна жопа опоясанный низко кушаком а на ногах так называемые коты или по-малороссийски чоботы и за пазухи же виднелись древесные стружки тряпье и подобная рухлядь его проницательное сухощавое лицо с первого взгляда возбуждавшие благоговение было обращено к путнику давно давно пора тебе прийти сюда к удивлению отца нафанаила со строгостью сказал незнакомый старик я все ждал тебя на вопрос кто он и откуда знает его отец нафанаил услышал следующее кто я тебе нет дела но я знал тебя когда ты жил еще большом каменном доме что на севере то помнишь ты тогда дал слово прийти сюда с тех пор я все ждал тебя высказав это старичок торопливо побрел далее впоследствии отец нафанаил узнал что это был антоний алексеевич проживавший тогда в задонском монастыре до глубины души тронула отца нафанаила это напоминание замечательного старца через которого он как бы яснее увидел божие себе попечительство обо мне указывающие путь к совершенному самоотвержению тут отец нафанаил и вспомнил о своем давнем обещании это было действительно когда он жил в санкт-петербурге участь к детском корпусе и тогда обсуждая вопрос обо всем подлежащим изменению дал себе слово быть монахом исполнить же намерение свое тогда не мог по сложившимся обстоятельствам и вот придя в задонск видя явное промышление божие о себе и милость святителя тихона чудесно обнаружившуюся через проречение старца антония алексеевича на другой же день после встречи с антонушкой по окончании ранее бедни решился отец нафанаил идти к отцу настоятелю монастыря и усердно просить его о принятии в число братства и к счастью усердие это не было отринуто так остался отец нафанаил в задонской обители под благодатным кровом царицы небесной и святителя христова тихона и уже с той поры не возвращался вспять раз антоний алексеевич зашел квартальному надзирателю города задонска надзиратель выведя к нему своего сына мальчика лет восьми стал просить у старца благословения отдать мальчика в училище но антоний алексеевич посмотрел на ребенка сказал я возьму его на поляну через несколько недель после этого сын надзирателя умер и погребен был на поляне мертвых зашедший раз к одному задонскому мещанину антоний алексеевич спросил у него можно ли на такой-то улице выстроить 12 домов тот отвечал что все места уже заняты нужды нет сказал раб боже я хоть через десять лет да все таки выстрою здесь дома новые 10 лет спустя на той самой улице действительно сгорело 12 домов которые были тогда же выстроены заново обратившись однажды к дочери того же мещанина антоний алексеевич говорит ей у тебя мать анна люби и и девушка отвечает что мать у нее екатерина они анна но антоний алексеевич продолжал утверждать что она несмотря даже на личное присутствие матери которую он как бы не замечал спустя год екатерина скончалась и отец девицы женился на другой которую звали действительно анной один помещик проезжая с женой через задонск москву по важному для него делу остановился на постоялом дворе жена пошла в монастырь помолиться а муж остался дома на пути из монастыря она встретила антония алексеевича который сказал ей но хорошо что сходила в монастырь и помолилась а муж твой видишь не пошел так и будет ему за это а колышки две схватит и в москве и в питере жена возвратившись рассказала об этом своему мужу по приезде в москву помещик действительно испытал неудачу в том деле по которому прибыл и должен был отправиться в санкт-петербург но и там ни в чем не успел невзирая на свои хлопоты и издержки один задонский чиновник служивший по министерству государственных имуществ по навету злонамеренных людей было клеветом и решен свои должности единственного источника к существованию чтобы оправдать себя перед высшим начальством во взведенной на него клевете ему пришлось употребить немало разъездов труда и издержек не раз он бывал по этому делу в москве в петербурге и всегда возвращался к своей семье ни с чем горе окончательно подавило несчастного и он ввиду безнадежности когда-либо изменить свое положение к лучшему стал уже предаваться пьянству однажды летом сидит этот чиновник семьей на балконе своей квартиры и пьет вечерний чай мимо их дома откуда-то шел антоний алексеевич он остановился против балкона и обратясь к чиновнику сказал полно тебе блажничать берись-ка за дело бог не забыл тебя высказав это блаженный побрел далее на другой день утром почтальон приносит с почты пакет в котором была прислана из петербурга бумага утешительного содержания вскоре чиновник тот был оправдан по суду и возвращен занимаемой им прежде должности а вот что поведала благодатном даре предвидение чудного старца антони алексеевича приехавший в задонск на богомолье престарелый дьячок прослуживший около 60 лет в должности причетника в селе дресгалове елецкого уезда орловской губернии давно это было кажется в 1840-х годах так начал рассказ свой почтенный служитель церкви я приехал тогда в задонск с целью помолиться царице небесной пред чудотворным ее образом и угоднику божию святителю тихону а кстати навестите сына моего учившегося в духовном училище находившимся при монастыре это было 23 июня обитель задонская торжественно праздновала свой праздник встретине владимирской иконы богоматери по случаю которого в городе задонске собиралась трехдневная ярмарка отстоя в монастыре позднюю обедню я поспешил поехать на ярмарку чтобы там закупить что требовалось для домашнего обихода когда я возвращался обратно в монастырь чтобы проститься с сыном жившим в училищной бурсе на дороге как раз против городской больничной церкви повстречался со мной блаженный антоний алексеевич и говорит мне подвези меня я остановил лошадь антонушка сел на передок моей телеги взял у меня кнут и начал помахивать им влево и вправо куда ехать то спросил он озабоченным тоном к монастырю ответил я едем но так как я сидел позади него то глазам моим представилась на спине белого чек меня блаженного грязное пятно сомнительного качества заставившая меня подумать о неопрятности человека божия и странно в тот же момент блаженный обратился ко мне и тихо на ухо сказал не хай будет чекмень замаран лишь бы не душа это меткое слово чудного еродивого настолько поразило меня что я окончательно растерялся и не мог ничего сказать свое оправдание в другой раз тот же дьячок тогда по домашней надобности отправился в город елец и только что въехал он пригородную засосинскую слободу как ее хватил с трех сторон пожар началась страшная суматоха крик людей виск и рев животных треск охваченных пламенем строений все это слилось с гулом набатных колоколов на первом плане этой грозной картины заметил тогда дьячок церковные хоругви а между ними святую икону скорбящей богоматери и перед ней священника читавшего вслух акафист заступницы всех при святой деве марии тут же в числе молящихся было блаженный антоний алексеевич который вслух возглашал матушка дай дождя матушка дай дождя увидел дьячка антонушка подошел к нему и сурово спросил зачем ты приехал тот коротко объяснил причину своего приезда в елец блаженный по-видимому как бы смягчился и ласково заметил но ступай скорее домой а то дождь тебя замочит между тем небо в это время как нарочно было безоблачно ясно посему трудно было предвидеть что-либо похожее на дождь закупил что было нужно дьячок торопливо выехал из ельца обратно в свое село дресгалово и что же не отъехал он еще и десяти верст от города покрытого облаками дыма от продолжавшегося пожарища как набежали тучи раздались раскаты грома и пошел такой проливной дождь что на дьячке не осталось как говорится ни одной сухой нитки дорога я вспомнил антония алексеевича усердно и с детской простотой молившегося о дожде перед иконой скорбящей богоматери вспомнил и слова святого апостола иакова утверждающего что сила молитвы праведников божих споспешествует во благо и благодаря таким размышлениям о благовременной милости божией я протащился около 25 верст до своего дома не замечая грязной и сырой погоды так закончил свое воспоминание о блаженном антоне алексеевич и почтенный служитель церкви и осенил себя крестным знамением и еще приведем несколько замечательных примеров прозорливости и предвидения антония алексеевича зашедший раз к одному из обывателей задонска только что купившему дом говорит он хозяину это мой дом и ты не продавай его никому пока не приедет сюда моя мама барыня лет через шесть после всего действительно приехала в задонск орловская помещица демидова и прожил в этом доме с год по найму купила его а затем по своему усердию пожертвовала пользу задонского монастыря под эконом задонского монастыря из послушников проходя скотным двором сбит был с ног арьяным быком который ранил его бок и голову рогами нанесенные раны были смертельны имея однако ж крепкое телосложение больной через несколько недель по-видимому поправился и даже занимался послушанием в ту пору видели не раз как блаженный старец водил его за руку и махая около него голиком а метаным веником приговаривал пошли прочь кто вас звал сюда наконец однажды вечером антоний алексеевич а в сильном как видно было беспокойстве пришел в келью к одному брату жившему напротив келья вышеупомянутого послушника где были еще двое из братьев и прилег было на постель но полежал немного вдруг вскочил и сказал окружавшим его берегите карпушку вслед за тем сколько есть мочи прокричал три раза карпушка 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 карпушкой он обыкновенно называл послушника под эконома потом понизил голов сказал как бы про себя вот так и быть схватил волк овечку на завтра нашли послушника под эконома по имени захария повесившимся в то самое время когда антоний алексеевич кричал лихим матом карпушка причиной самоубийства несчастного по показанию врача было якобы страдание печени и мозга этим вероятно воспользовался враг спасения как средством к погибели быть может не бога боязненного и беспечного брата раз зашел антони алексеевич келью к одному из монахов задонского монастыря и не говоря ни слова поставил среди комнаты стол а подле стола стулу и севши приказал монах уходить кругом стола и кланяться себе в ноги а сам переставляя ноги свои приговаривал кланяйся этой ноге кланяйся этой не прошло после того и месяца как монах тот совсем неожиданно представлен был к рукоположению во иера диакона причем не без глубокого умиления преклонял свою голову согласно чину святой церкви к стопам рукополагавшего его святителя как предваренный об этом событии через предсказание раба божия у другого послушника по приходе в келью потребовал блаженный антонушка бумаги чернил сургуча и печать послушник подал ему все это раб божий написал что-то на бумаге хотя был неграмотный сложил ее и запечатал подал послушнику со словами на возьми это тебе подорожная через неделю совсем неожиданно послушник тот должен был ехать с настоятелем архимандритом и ларием москву архиепископ воронежский и задонский антоний второй смирницкий имел глубокое уважение к антонию алексеевичу и отзывался о нем всегда как о человеке божьем этот иерарх церкви христовой сам на себе имел помазание духа христова и проникнут был христианским благочестием а потому мог познавать и в других духа истины и духа заблуждения на этом-то основании изыждется близость святых божиих человеков последнюю побывку при освященного антония второго в задонске в августе 1846 года перед самым его выездом антоний алексеевич явился к нему в гостиную и выбросил из полы к ногам архиерея собранные в саду попортившиеся яблоки обратился назад и запел вечная память вечная память сильно был тронут этим преосвященный антоний и тут же сказал предстоящим что уже не бывать ему более в задонске что антоний алексеевич предсказал этим скорую его кончину которая действительно и постигла его 20 декабря того же года к отцу казначей задонского монастыря и еромонаху паисию приехала как-то родная его сестра девица бывшая полном цвете лет и здоровья отец казначей представляя свою сестру находившемуся у него антонию алексеевичу просил его благословить ее на замужество но блаженный посмотрел на нее довольно пристально сказал я возьму тебя к себе на ельшанку через шесть недель после сего девушка заболела и скончалась одному послушнику при каждой почти встречи старец постоянно твердил что послушник этот уйдет к отцу пахать землю но послушник и слушать не хотел об этом проживший однако же в задонске 7 лет он перешел сначала в воронежский метрофанов монастырь а оттуда возвратился в дом своих родителей где и остался в 1847 году антоний алексеевич первый раз приехал в воронеж и прибыл метрофанов монастырь пришел прямо в келью знакомого ему по задонску монаха который жил против кель и тогдашнего отца казначея метрофанова монастыря и тот час спросил чей это в сенях гроб большой пестрый хотя никакого гроба не было потом немного помолчал продолжал дома бы и умирал зачем приезжать опять монастырь через месяц после всего казначей заболел и пожелал съездить на родину в город павловск для поправления здоровья но пробыл там около месяца возвратился в воронеж и вскоре от свирепствовавший в то время холеры скончался люди конечно не знавши ничего о значенном предсказании человека божия поставили для скончавшегося в тех же самых сенях черный гроб с белыми нарисованными на нем крестами и каймами который поэтому и казался пестрым в тот же 1847 года приезд антоний алексеевич заходил во многие дома обывателей воронеже без всякого со стороны их приглашения и где ставил он столы посреди комнаты и пел вечную память там почти все жильцы вымирали от холеры там же проходя раз мимо одного каменного дома двор которого обнесен был дощатым забором антоний алексеевич остановился перед канавкой по которой стекали со двора нечистоты и немного подумал пополз боком по этой канавке во двор хотя и самые ворота отворены были потом походил немного по двору и пощупал кладовых замки тем же путем выполз на улицу сопровождаемый дружным хохотом со стороны столпившихся свидетелей этой сцены по прошествии нескольких дней эта загадка объяснилась через ту самую канавку проникли во двор ночью воры обобрали все кладовые и были таковы однажды когда антоний алексеевич шел по одной из многолюдных улиц воронеже навстречу ему попался лет 15 мальчик с книгами в руках шедший из духовного училища в дом своих родителей блаженный остановил мальчика подал ему взятые свои пазухи засалены лист бумаги весь исписанный арифметическими цифрами и сказал вырастешь голубчик приходи в задонск жить и действительно мальчик вырос поступил на государственную службу и служил долгое время по министерству финансов в воронеже затем в 1874 году совершенно неожиданно переводят этого чиновника в город задонск где он и пробыл около пяти лет в должности городского казначея посетив монастыре задонском усыпальницу где покоится прах замечательных по благочестивой жизни подвижников чиновник увидел здесь и гробницу блаженного антония алексеевича имя блаженного напомнила ему ту давнюю встречу с антонием алексеевичем в воронеже при которой блаженный звал его в задонск жить и он здесь же в усыпальнице со слезами на глазах рассказал о знаменательном эпизоде из своего детства благословляя память почившего о господи дивного прозорливца антоний алексеевич нередко посещал соседний город липецк и тамошние жители всегда с особенным уважением принимали у себя блаженного и долго еще в среде их передавались чудные рассказы об антоне алексеевича как о человеке необыкновенном и многие из них почитали его память как-то раз будучи в липецке антонушка шел по торговой улице окруженный толпой у ребятишек священник троицкой церкви гавриил делицын увидел уважаемого еродивого пригласил его к себе покушать блинков это было на сырной неделе старец не отказался от предложения и охотно побрел в дом к радушному служителю алтаря господня войдя в дом антоний алексеевич помолился передний угол на святые иконы принял благословение от хозяина батюшки и поклонившись всем находившимся в доме безмолвно сел на предложенный ему стул на этот раз у отца гавриила были гости между которыми находился священник из пригородного селения со своей попадьей антоний алексеевич завидевых торопливо подошел к молодой красивой попадье и взяв ее за руку громко воскликнул но девка на красную горку мы с тобой обвенчаемся готов приданное то то отвечает что она вот уже пять лет как замужем имеет двух детей нужды нет возразил юродивый ты все-таки приданное то готовь и что же молодая полная жизни попадья нечаянно простудилась на третьей неделе великого поста так сильно что слегла постель и прохворал весь пост умерла как раз на фомяной неделе в апреле 1850 года господь возвышающий смиренных прославил прославил блаженного старца антония и другими дарами но так как все могущее обратить на него внимание людей не совместно было с духом его смирения то он и эти дарования прикрывал также завесой юродство смиренное сердце говорит святитель тихон задонский если какое добро делает богу воспитывает ибо видит свою немощь и то что человек сам по себе без помощи божией как дерево сухое никакого плода сотворить не может на таковое сердце струя благодати божией течет на таковое сердце милостиво бог презирает святые божие человеке иначе и не могли проявлять через себя дары благодати божией как только прикрывая высотой христианского смирения все свои действия в особенности так поступали задавшиеся трудным подвигом юродства христа ради такой нелегкий род смирения подвижничество указывает уже на то что избравшие его не от мира сего и только для имеющих очи видите эти избранники божие конечно не могут укрыть себя как драгоценный камень не скроет блеска своей воды или благовонный цвет своего благовония у одного задонского монаха который продавал свечи образовались на спине нарывы причинявшие ему при движении и прикосновении такую боль что он решился было оставить свое послушание и не выходить из кельи антоний алексеевич сидевший обыкновенно у свечного ящика вдруг говорит ему как бы в ответ на его намерение куда ты миколашка мирское имя монаха было николай хочешь от меня бежать потом встав начал молиться сопровождая каждый поклон словами помилуй господи миколашку после трех поклонов раба божия монах тот час почувствовал что нарывы его прорвались и не причиняли уже прежней боли когда же он с умилением и признательностью посмотрел на дивного молитвенника последний с улыбкой сказал а что теперь не побежишь от послушания благодари же бога один молодой послушник поживший немного в задонске почувствовал тоску по родине и родителям и не открывая никому об этом решился наконец возвратиться домой вдруг является к нему антоний алексеевич и сжал кулаки говорит ах ты толкач просяной захотел к матери и от те дам по носу то и поколотив его по спине кулаками вышел из келья после сего как рукой сняло тоску мою говорил потом послушник раз приехала в задонск одна помещица семейством помолиться она питала глубокое уважение к антонию алексеевичу и тот час же послала за ним между тем сын ее молодой человек студент харьковского университета воображая что мать заблуждается касательно достоинства человека божия и желая уронить его во мнении матери послал за печатным штофом водки в питейный пришел антоний алексеевич явилась и водка наливший из принесенного штофа стакан и поставил перед блаженным старцем молодой человек просил его выкушать раб божий посмотрел на него выразительно и глубоко вздохнул сказал кушайка наперед сам сударик мой молодой человек сказал что он не пьет не только водки но даже никакого вина тогда антоний алексеевич ответил что и он не станет пить мать приказала сыну немного отведать молодой человек поднесший губам стакан нашел в нем вместо водки вкус простой воды пораженный этим событием он мгновенно пал на колени и просил прощения у блаженного а последний посмотрел на юношу с обычной улыбкой сказал ему я ничего сударик мой я ничего при этом блаженный стал и уходя запел старческим своим голосом стих псалма кто бог вели яка бог наш ты и си бог творяй чудеса однажды молодых еще летах антоний алексеевич отправился ночью в родное свое село отстоявшая от задонска в двадцати трех верстах и встретив в лесу стаю волков кормил их кусками хлеба находившимися у него за пазухой между тем один из волков бросился на него и искусал икру левой ноги дошедший кое-как до дома своих родных блаженный потребовал говорят тряпку посыпал на нее земли привязал к ране и рану затянуло только остававшийся на покусанной ноге шрам свидетельствовал о минувшей беде у того же самого молодого послушника которого блаженный старец антоний алексеевич предостерег как-то от опасной для него посетительницы заболела нога о чем он однако никому не говорил вдруг приходит к нему антоний алексеевич и говорит разувай-ка ногу тот повиновался достав из-за пазухи банку помады антоний алексеевич стал мазать больное место на ноге послушника приговаривая как бы с досадой не чеши у меня а то эти отдам и боль в ноге вскоре прошла а сильную боль в груди мешавшую этому же послушнику петь на клиросе блаженный старец уврачевал снегом потешим больное место старец сказал ходи в церковь пой там во славу божию с той поры грудь у его пациента так поправилась что он никогда уже более не страдал ею достойно замечание то что когда антоний алексеевич задумает бывало из-за донского монастыря отправиться в клиновые то и начнет заочно призывать к себе правнука ивана ваня ваня что ты не едешь я соскучился в монастыре пора домой пахать землю как бы повинуясь силе этого призыва правнук его непременно являлся в вечеру на другой день и говорил вчера напала на меня такая тоска по дедушке что рад бы хоть пешком бежать к нему и не только при жизни своей блаженный старец совершал знамение но и по смерти выражаясь словами премудрого сираха были чудны дела его тот же правнук антоний алексеевич иван рассказывал через два года по кончине дедушки отправился по деревням с товарищами бить шерсть и в одной деревне сделался так болен что решено было завтра причастить меня святых христовых тайн на вечером я задремал и в тонком сне вижу будто идет ко мне мой дедушка и говорит что-то иван лежишь то и при этом толкнул меня в бок я отвечал что болен ты болен зато гневно упрекнул дедушка что дурно живешь много вина пьешь до выучился после меня табак курить и даже нюхать нам ли с тобой этим заниматься оставь все твои дурные дела и привычки чтобы не дать за них ответа богу вот скоро будет пост тогда поговей и причастись а теперь не причащайся ибо ты не готов к этому да сходи завтра в церковь помолись там усерднее богу и выздоровеешь проснувшись утром я не почувствовал уже той жестокой боли от которой слег и прямо пошел церковь где отстояло бедню так как день был воскресный возвратился свою квартиру совершенно здоровым а товарищи слышавшие весь разговор мой накануне в ночи с дедушкой не без изумления спрашивали меня с кем это ты говорил во сне причем присовокупил правнук раба божия с той поры я совсем бросил табак вино и даже почувствовал к этим прихотливым предметом отвращение